Вчера вечером мир снова стал свидетелем жестокого террора джихадистов. В Брюсселе были застрелены два невинных мирных жителя, третий ранен. Экстремистская группировка джихадистов угрожает существованию свободного мира, и они не делают различий между национальностями и религиями, когда убивают невинных людей. Наши сердца семьями в Бельгии. Сегодня 11-й день войны Израиля против Хамаса. И вот последние цифры. По Израилю выпущено 6 930 ракет, убито минимум 1400 мирных израильских граждан, ранено минимум 3500 из мирных израильских граждан. Армия обороны Израиля подтвердила, что 199 семей было официально уведомлены о том, что их близкие похищены. Среди похищенных есть дети, оставшиеся без родителей, в том числе дети с особенностями развития. Похищены родители без своих детей. Пожилые люди, которым срочно необходимы лекарства. Все они до сих пор находятся в плену в секторе Газа. Израиль считает своим долгом возвращение домой наших сыновей и дочерей. Это одна из целей нашей войны против террористической группировки Хамаса. И мы призываем мир поддержать эти усилия. Я хочу четко обозначить, Израиль находится в состоянии войны с террористической группировкой Хамас, а не с палестинским народом. В течение последних 120 часов мы призываем палестинцев в Газе уехать в более безопасные зоны на югое сектора Газа, где они получат гуманитарную помощь. Мы видим множество свидетельств того, что Хамас не позволяет им передвигаться и удерживает их в опасности. Невинные гражданские лица не должны быть пешками в этой войне. Стоит напомнить миру, что десятки тысяч невинных мирных жителей в кибуцах и городах, окружающих Газу, не получили никакого уведомления перед тем, как были зверски убиты террористами Хамас, а их дома сожжены дотла. По данным ЦАЛа, из 20 больниц северной части Азы только 6 больниц решили эвакуироваться самостоятельно. Спросите у своих источников в секторе Газа, почему? Хамас эксплуатирует невинных палестинцев, используя их в качестве живого щита, не заботясь об их безопасности. Мы не можем смириться с тем, что этими жизнями, как и в Израиле, так и в секторе Газа, распоряжается джихадистский террор. Нам известно о сообщении Ближневосточного агентства ООН. Для помощи палестинским беженцам и организации работ о том, что топливо и медицинское оборудование были изъяты или украдены, группа людей на грузовиках, якобы принадлежащих Министерству здравоохранения, де-факто властей в секторе Газа. Израиль также призывает международное сообщество призвать палестинцев временно покинуть Северогазы и уехать в более безопасные зоны. Это спасет много жизней. И я обращаюсь к тем из вас, у кого есть родственники или друзья в этом районе. Скажите им уйти подальше от Хамаса, в более безопасные зоны. В борьбе за искоренение джихадистов, которые угрожают существованию Израиля и всего свободного мира. Важно сохранить жизни невинных людей. Одновременно с призывом к жителям Газы покинуть потенциальные зоны конфликта, Израиль эвакуировал 28 общин на севере Израиля, более 80 тысяч человек, и для того, чтобы защитить жизни наших граждан. Это помимо эвакуации жителей на юге Израиля, в том числе выживших после резни 7 октября. Цаль продолжает преследовать ответственных за эти зверства. Армия обороны Израиля нанесла десятки ударов по сектору Газа. В числе целей входили штаб-квартиры Хамас, минометные позиции и несколько террористов в военном лагере. Цаль и Шабак убили Усаму Мазини, главу Совета Шуры террористической организации Хамас в секторе Газа. Мазини руководил террористической деятельностью против Израиля. Цаль также нанес удар по командному центру Али Кадахи, командира роты спецназа Хамас, убитого в результате израильского удара два дня назад. Как сказал нашим передовым войскам начальник штаба ЦААЛа, атакуйте их повсюду, каждого командира, каждого оперативника, уничтожайте инфраструктуру. Одним словом, победите. В последнее, Израиль высоко ценит безоговорочную и решительную поддержку наших союзников. Мы искренне благодарны за эту поддержку «Единый фронт против Хамаса». По любым вопросам с нами можно связаться с использованием данных на экране. Спасибо.